Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Право на Орфорте нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запомнятают. Об этом и не только поговорим с нашим следующим гостем. Владимир Фисенко, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот саммит Украина-ЕС уже совсем скоро, да еще и в Киеве. Вот чего от него можно ожидать? Какими будут отношения Украины и Евросоюза в наступившем году? Обращу внимание на две очень важных детали. Они прозвучали в вашем репортаже, но вот надо акцентировать внимание, в чем их необычность и значимость. Первый разговор президента Зеленского в новом году состоялся с главой Еврокомиссии. Это практически сигнал о активном продолжении евроинтеграции Украины. Это приоритет и для нашей страны, и для Европейского Союза. Именно поэтому состоялся телефонный разговор руководителей Украины и Евросоюза. И есть практическая договоренность. В чем необычность? Саммиты Украины и ЕС проходят ежегодно. Обычно они проходят по очереди. Один раз в Украине, следующий раз в Брюсселе и наоборот. А сейчас вне очереди этот саммит состоится в Киеве. Причем мы же видим, Киев под обстрелами. И, конечно, есть определенные риски. Поэтому со стороны Евросоюза это очевидный политический жест. Это и знак доверия и уважения Украине. И в то же время это сигнал. Сигнал и Украине, России, Европейскому Союзу о том, что процесс европейской интеграции Украины будет неуклонно продолжаться и дальше. Каких результатов можно ожидать? Я думаю, что главное, о чем могут договориться на этом саммите, это определить конкретные даты и повестку для начала переговоров, прямых переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Те обязательства, которые взяла Украина после получения статуса кандидата в члены ЕС летом прошлого года, они были выполнены. Там есть определенные проблемные моменты, по которым может быть согласование. Либо есть пункты, по которым уже идет процесс выполнения. Например, это конкурс по избранию новой главы НАБУ. Но в целом эти задания выполнены. Поэтому я думаю, что обе стороны могут договориться о начале переговоров о членстве Украины в ЕС. Тут оговорюсь, потому что, может быть, не все люди знают, что это такое. По опыту Польши, стран Балтии, практически всех стран, которые вступали в Евросоюз в 90-е, в начале 2000-х годов, это длительный процесс. Такие переговоры могут длиться несколько лет. А еще необходимо время и на выполнение того, о чем договорятся на этих переговорах. То есть новый пакет реформы и пакет конкретных действий по интеграции в европейское пространство. Так что не надо ожидать, что уже завтра или послезавтра Украина будет в Евросоюзе. Но это начало нового качественного этапа европейской интеграции Украины. Я думаю, это очень значимый результат уже на сегодня. И вот то, что есть доверие со стороны Европейского Союза Украины, также положительные сигналы и хорошая предпосылка для активного, успешного продвижения европейской интеграции нашей страны. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что в течение 2022 года ВСУ уничтожили более 100 тысяч российских захватчиков и освободили 40% оккупированных во время полномасштабного вторжения территорий. Вот насколько важны эти цифры? Это, наверное, тоже очень хороший сигнал от ЗСУ, в том числе и для Европы, и для всего мира. Конечно. Это не связано напрямую с процессами европейской интеграции. Но отмечу, когда было принято решение о том, что Украина получает статус кандидата в члены ЕС. Кстати, тоже отмечу важный момент, очень показательный. Это характеризует новую внешнюю политику Украины, наступательную внешнюю политику. Заявка на статус кандидата в члены ЕС была направлена Киевом, руководством Украины, президентом Зеленским. В конце февраля, фактически в первые дни войны, когда была огромная угроза для столицы Украины. Тем не менее, этот шаг был сделан. В апреле приехала руководительница Еврокомиссии, приехала в Киев. И после этого начались активные подготовительные действия по решению о предоставлении Украине этого статуса. Так что вот это очень показательные действия, которые характеризуют, каким образом развиваются сейчас отношения между Украиной и Евросоюзом. И на это влияет, конечно же, ход войны. То, что Киев отбил атаку российских агрессоров, то, что удалось освободить и Киевщину, и Северо-Украину, это сыграло свою огромную роль. И сейчас то, что освобождена почти половина, около половины тех территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля, это сигналы того, что Украина может освободить все оккупированные территории. Это, конечно, тоже принимается во внимание Евросоюзом. Но это важно и для наших отношений с партнерами, с теми странами, которые нам оказывают и военно-техническую, и экономическую поддержку. То есть это работает не только на европейскую интеграцию Украины. Самое главное, оно работает на продолжение и активизацию поддержки нашей страны, для того, чтобы мы могли и дальше освобождать те территории, которые захватила Россия. И о социологии еще хотели с вами поговорить. Для 85% украинцев недопустимы никакие территориальные уступки России для скорейшего достижения мира. Вот об этом говорят результаты последнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Вот как вы прокомментируете эти цифры? И вообще, как изменилось общественное мнение в Украине за последний год? Никаких уступок? Плюс поддержка НАТО и ЕС, опять возвращаемся, выросла в разы. Ну, не в разы, но очень существенно. Поддержка была высокая, особенно в вступлении Украины в Евросоюз и немного меньшее вступление в НАТО. Была и до начала большой войны, до 24 февраля. Но в ходе этой войны поддержка вступления Украины в Евросоюз выросла более чем в полтора раза. И сейчас больше 80% украинцев поддерживают вступление в Евросоюз. И здесь как раз сыграла свою роль вот та положительная динамика в течение года, прошлого года. Когда мы получили статус кандидата в члены ЕС, идут активные переговоры с Европейским Союзом. Это все сигналы для простых украинцев, что членство в Евросоюзе – это не какая-то абстрактная цель, которая непонятно, когда будет достигнута. Произошел качественный сдвиг, качественный скачок в процессе европейской интеграции. Это способствовало укреплению евроинтеграционных настроений в Украине. По НАТО схожая ситуация. Но тут отмечу, просто я знаю данные этого вопроса. Около половины считают, что НАТО является главной гарантией безопасности Украины. Но значительная часть украинцев также отметила, что главный гарант нашей безопасности – это наши вооруженные силы. Это не противоречит членству в НАТО, скорее дополняет. Это будет весомым аргументом дальнейшего продвижения Украины в НАТО уже в будущем году. Ну а вот те данные, о которых вы сказали, что 85% украинцев выступают за полное освобождение всех оккупированных территорий, я могу привести динамику. В мае таких респондентов было меньше. Не намного, но меньше было. В мае прошлого года. И ход войны, освобождение Харьковской области, а перед этим и освобождение Северо-Украины, затем освобождение Херсона усилили оптимизм украинцев. Если вот в мае было меньше 80% или около 80% уверенных, что надо освобождать все оккупированные территории, сейчас уже 85%. Есть динамика положительная. Это и так цифра очень высокая. Абсолютное большинство опрошено. Но это еще и положительная динамика. Так что оптимизм украинцев растет. И этот оптимизм подкреплен успешными наступательными действиями вооруженных сил Украины и укреплением международных позиций нашей страны. Кстати, речь даже не только об успешных наступательных действиях, а и невозможности наступать для агрессора. А вот если мы говорим о том же Бахмуте, то шесть месяцев сегодня, вот день, когда шесть месяцев они пытаются взять этот город и в них ничего не получается. Вот уже там английская разведка и другие источники говорят о том, что скорее всего и не получится, потому что у них назревает кризис и с боеприпасами, и с личным составом, который не подготовлен. Это тоже очень хороший сигнал. Они сконцентрировали усилия на одном направлении, но даже на этом направлении не могут ничего сделать. Дату взятия города уже раз пять меняли. Да, да, я как раз вот тоже хотел обратить на это внимание. Действительно, это очень важная предпосылка, как показывает опыт этой войны. Я вот напомню, что май-июнь, вот я приводил данные того же КМИСа по маю, майский опрос. А тогда россияне пытались наступать и даже продвинулись в Луганской области. Но были очень упорные бои и украинские войска сдерживали тогда, успешно сдерживали наступление российских войск на Донбассе. И в итоге, несколько позже, в сентябре, состоялось наступление в Харьковской области, потом на юге Украины. То есть мы видим вот такую динамику. Нет постоянных наступательных действий. Это, наверное, невозможно. Нам противостоит очень сильный противник с огромными ресурсами. Но для того, чтобы наступать, надо отбивать атаки врага. И вот действительно, я думаю, что как раз сдерживание врага в Бахмуте, перемалывание военных ресурсов России. А мы это видим в том числе и в новогодние дни. Вот успешный такой очень мощный удар по Макеевке, когда сотни оккупантов были уничтожены. И не только такой же удар был нанесен и на юге Украины. Это все предпосылки для будущих успешных наступательных действий. Но украинцы, вот тоже отмечу, даже когда россияне наступали, пусть медленно, но пытались наступать. Летом прошлого года, но и тогда абсолютное большинство украинцев, больше трех четвертей опрошенных, верили не просто в нашу победу, а в том, что украинские войска должны освободить все оккупированные территории. И эта вера только выросла. Вот это очень важно. Я думаю, что, наверное, один из главных результатов первых месяцев войны, прошедшего года, самого тяжелого года в нашей новейшей истории, это вера. Вера в свою страну, в наши вооруженные силы, доверие политическому руководству страны. А у нас традиционно, украинцы, видите, в мирное время не доверяли государству своему, политикам. Но здесь они понимают, надо все вместе сплотиться. И президент Зеленский и в своем новогоднем обращении, и перед этим в обращении к Верховной Раде подчеркивал, главное наше единство. Это главный источник наших побед. И действительно это приносит победы нашим вооруженным силам и дает стойкость всей Украине. Владимир, расскажите, какой мощный все-таки сигнал всему миру и Украине, в том числе дал Владимир Зеленский, когда приехал к защитникам Бахмута непосредственно в сам город. А российский президент потом уже вдогонку, его пресс-секретарь, начал что-то вяло рассказывать, что вот он приехал в Ростов, мол, встретился с какими-то генералами. Вот это был очень сильный, в том числе информационный удар по противнику, правда? Конечно. Слушайте, в той же России со злобным скрежетом даже прокремлевские пропагандисты вынуждены признавать, да, вот, мол, украинский президент едет на передовую, на линию фронта, в самую горячую точку фронта. И вопрос, кто-то его прямо задавал, кто-то намекал, а где же российский президент? А он только виртуально появляется. Вот контраст это очень сильно влияет. Кстати, тоже один из выводов, которые делают даже российские источники, это вот признание одного из факторов, который влияет на ход войны. Что, мол, то, что украинский президент приезжает на передовую, является мощным источником активного, сильного сопротивления. Это эмоционально воздействует, укрепляет украинскую оборону, и вообще мощь украинских вооруженных сил. Потому что это эмоциональный фактор, он тоже очень важен в войне. А еще один важный момент. Сразу вслед за визитом в Бахмут состоялся визит... Ну, в Бахмут это не визит, это была... Ну, формально это называется рабочая поездка президента. На самом деле это часть работы нашего президента, в том числе на линии фронта. После этого визит в США. И вот эта линия Бахмут-Вашингтон, она показала, что наш президент активно действует и внутри страны, на фронте как главнокомандующий, и в то же время обеспечивает наступательную внешнюю политику. Потому что после визита в Вашингтон был проголосован большой пакет экономической и военно-технической помощи Украины. И там, и там идет борьба за нашу победу. И внутри страны, и за ее рубежами. Потому что ресурсы наших партнеров очень важны нам для нашей будущей победы. Вот постпредпольши в ООН Кшиштов-Щерске считает, что западные попытки сохранить лицо президенту РФ Путину лишь окончательно добьют международный порядок, который сложился после Второй мировой войны. Он, скорее всего, имел в виду Макрона, который заявил, что Запад должен подумать, как удовлетворить потребности России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине. Вот в этом ключе я вспомнил еще данные, которые давал министр обороны Украины. Он сказал, что России понадобится всего лет пять для того, чтобы восстановить свой потенциал. Я вот сравниваю вот эти две новости о том, что нужно подумать, как удовлетворить потребности Путина в гарантиях безопасности, и вот то время, которое им нужно будет для того, чтобы восстановить свои силы, нанести новый удар. Как вы считаете? Да, это отражение тех дискуссий, которые идут и среди наших партнеров. Макрон, на самом деле, он тоже активно поддерживает Украину, и Франция оказывает нам и военно-техническую, и экономическую помощь. К нам как раз накануне Нового года приезжал и министр обороны Франции. То есть нельзя сказать, что Макрон такой оппортунист. Да, это позиция ряда западных политиков, которые боятся, что Россия может использовать ядерное оружие и против Украины, и против стран НАТО. Но при этом они понимают, что сейчас главный форпост борьбы с российской агрессией, и форпост защиты демократии – это Украина. Но вот дискуссия идет между сторонниками, скажем так, какого-то мирного компромисса с Россией, и сторонниками полной окончательной победы над Россией, сторонниками той позиции, что надо помочь Украине полностью выбить россиян с украинской территории. Это скорее тактические разногласия, но это споры достаточно принципиальные. Поэтому те политики из прифронтовых стран, из стран соседствующих, из Украины, из России, они лучше понимают, какая угроза исходит от России. И что эту угрозу нужно не просто остановить, ее нужно максимально ослабить. А ослабить может только военное поражение России. Поэтому для нас вот такая позиция очень важна. Это вроде бы как бы внутренние политические споры в лагере западных стран. Но на самом деле это споры о будущем. О том, какая Россия будет после войны, и о том, каким образом ослабить риски новой войны. Потому что мало добиться мира и того, чтобы Россия ушла с украинской территории. Надо добиться такой ситуации международной, чтобы Россия не смогла начать новую войну через какое-то время. Вот в Министерстве обороны Эстонии предполагают, что в случае новой волны официальной мобилизации в России призванные люди будут иметь еще худшую подготовку, чем резервисты, которые попали в первую волну. Вот как вообще можно оценить нынешний настрой россиян в отношении мобилизации? Вот Путин даже новогодние поздравления в кругу военных записал. Это как-то должно поднять боевой дух? Ну, они пытаются поднимать боевой дух, но очень своеобразно. А настроения противоречивые. Даже российские источники, легальные официальные источники, даже близкие к Кремлю, признают. Уровень тревожности в России вновь растет. С одной стороны, к великому сожалению, но значительная часть россиян, они продолжают оставаться лояльными Путину. Они продолжают, пусть формально, поддерживать эту войну. Но боятся воевать. Не хотят сами воевать. Когда призывают, да, извините за резкость, может быть, но идут как быдло. А потом их используют. Это уже термин, который даже в России используется широко. Мясо. Их используют как мясо в этой кровавой мясорубке. Естественно, состояние российского общества сейчас крайне противоречивое. Россияне не очень хотят воевать. Устают от этой войны. Они хотят мира все больше. Но они боятся действовать активно. И вот это главная проблема российского общества. Молчаливое большинство. В начале войны оно было агрессивным. А сейчас оно постепенно как бы все больше смещается в лагерь сторонников мира. Но процесс идет пока медленно. И вот для Путина будет вызов. Новая волна мобилизации, которую он хочет начинать после как раз новогодних праздников. Кстати, тоже очень показательно. Извините, но это вот такой хитрый психологический ход. Страна в таком будет похмельном синдроме. Видимо, в Кремле посчитали, что именно в состоянии похмельного синдрома можно легче забрить еще сотни тысяч российских рекрутов на эту кровавую войну. Но все равно негативные последствия будут. И это будет дилемма для Путина. Чем сильнее он будет мобилизовывать и больше мобилизовывать россиян на эту войну, тем сильнее будет внутреннее социальное и политическое напряжение в России. Это будет внутренний вызов и для путинского режима, и для всей России в целом. Спасибо вам огромное. Спасибо за эту интересную и содержательную беседу. Я напомню, Владимир Фисенко, политолог, был с нами на связи. Спасибо огромное. Спасибо.